Приветствую дорогие! А сейчас я вам расскажу сказку, созданную в больном мозгу самого ярого фаната Ходячих Мертвецов, который пытается оправдать всю халтурность и убогость восьмого сезона. Так вот, этот самый фанат заметил, что многие элементы этого сезона ему очень знакомы. Конечно, для любого шоу, которое находится в эфире почти десятилетия, вполне логично повторяться. И вообще, чего плохого, если продюсеры пытаются повторить приемы, которые работали раньше. Но есть еще и одна гораздо более сумасшедшая теория на этот счет. А что, если все, что мы видели до сих пор в восьмом сезоне, является не более чем сном или фантазией Рика? Нет, еще раз, это не означает, что все, что мы видели 7 сезонов подряд является комой Рика, нет, эта теория была несколько раз уже развенчана и Киркманом, и Гимпелом, эта идея касается только восьмого сезона. Вот как это могло быть. Рик был гуще почти всех событий в восьмом сезоне, и вполне возможно, что в какой-то момент он мог вырубиться, возможно как раз в самых первых кадрах сотой серии. И последние несколько эпизодов были способами его мозгов переосмыслить события его недавней жизни в несколько более позитивном ключе. Возможно кстати, что Рик был заражен какой-то инфекцией, когда насадил руку на шлем Уинсла в 7 сезоне и после этого у него начался жар и галлюцинации. Возможно это как раз все события восьмого сезона. Это бы объяснило некоторые моменты в восьмом сезоне, которые не имели большого смысла. Возвращение буквы А на контейнер мусорщиков, в который поместили Рика возможно воспроизводит его мозгу в тот самый момент, когда люди в терминусе поймали его и его друзей и закрыли в похожем контейнере с буквой А. Но почему Рик голый в контейнере? Возможно потому, что его воспаленное сознание воспроизводит таким образом похожий момент с Дэрилом у спасителей, когда его тоже раздели. Кстати, на Дэриле была нарисована также буква А и это тоже возможно причина того, почему на вагоне Рика в его галлюцинации была буква А. Развито, например, подсознание Рика осталось такой же, как и раньше за Знобой, который печальный опыт Саша ничему не научил. Правда возможно позже он увидит, что она таки стала исправляться. Дэрила Рик видит все время злым и вообще самым агрессивным в этом сезоне. Возможно это так, потому что подсознательно Рик всегда понимал, что Дэрил не меняется с годами. Другими словами, для Рика Дэрил сейчас это такой же засранец с первого сезона, какой он и был. Почему все первые серии для команды Рика такие удачные? Почему спасители в основном предстают недалекими глупыми болванчиками, которые сами бегут на пули? Потому что весь седьмой сезон Рик и команда в основном терпели издевательства и неудачи от спасителей. В своих мечтах же Рик видит все категорично обратное и каждый бой для них удачен, конечно, кроме Зекиля. Спасители как болванчики стоят по одному на аванпостах и их легко убить. Но почему Рик обошелся так с королем Зекилем? Теоретически Рик ничего не знает о короле и его людях. Более того, скорее всего он и относится к Зекилю как к человеку со странностями. Поэтому для него люди королевства менее всего ценны, а потому их его подсознание спокойно убивает. Всех кроме родной для Рика Кэрол. Заметьте также, что в своих галлюцинациях у Рика не умер никто из его любимых людей. Интересно также, что Рик видит в них, например, Карла, такого, как он хотел бы видеть, вероятно, в реальной жизни. Не злого и потерявшего мораль, а все еще пытающегося помочь незнакомцу. Карл также не участвует в войне, что на Карла вообще не похоже, и он слушается отца просто остаться дома, что также как-то необычно для Карла. Автор теории называет причудливыми и мечты Рика с ним якобы старым и все существующим мелкой Джудит и такой же молодой Мишон. Автор считает, что в своих мечтах Рик более стар, чем сейчас, но при этом почему-то другие его родные изменились не так сильно, как он. Значит, делает заключение автор, Рик видит в своих розовых мечтах то, что хотел всегда. Пожилого себя в окружении всегда молодых детей и жены. Появление Моралеса также очень подстраивается под эту теорию, потому что возможно внутри себя Рик всегда спрашивал, куда же делась его семья и он сам. Есть ощущение, что Рик сам вложил слова Моралеса про него самого в его уста. Скорее всего Моралес не мог знать многое о Рике, он не мог знать точно, что Рик стал хладнокровным убийцей, он не знал, что тот самый добрый полицейский остался в Атланте вместе с тем же добрым Моралесом. То есть то, что сказал Моралес Рику, Рик и сам знает, и он это ненавидит в себе, что можно было понять, когда он увидел себя окровавленного в зеркало. Теоретически, конечно, под галлюцинацию можно подогнать каждое действие этого сериала, как минимум потому, что зомби не существуют в реальности, но в этом сезоне есть одно но, которое наводит на подозрение. Во всех шести сериях вышедших в этом сезоне участвовал Рик так или иначе, чего раньше не было. И так же сезон начался очень странно с его заплаканных глаз, которых мы не видели далее ни разу. Я вам честно скажу, я не верю в эту теорию ни разу, но для любителей конспирологии она не плоха. Скотт Гимпл слишком предсказуем и он абсолютно точно не пойдет на такой риск выставлять своего главного героя полностью поехавшим. Более того, если бы Гимпл пошел таким путем, это было бы очень сильным отходом от канона. Поэтому все, что было сейчас на экране, скорее всего, было на самом деле. Ну, а все более это в вашей теории. Ну, а как вам эта теория? Обязательно напишите об этом внизу, мне будет очень интересно. По традиции уже знаете, что дальше делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями, обязательно вступайте в группу вконтакте, жмите в долбанный колокол. Спасибо всем огромное и обязательно любите Нигана. Всех благ, дорогие мои.